Формально Кайрат Келимбетов появился сегодня в Сенате, еще не будучи официально утвержденным на должность председателя Нацбанка. По Конституции президент предлагает кандидатуру, а сенаторы уже решают, согласиться или нет с главой государства. Но прежде чем проголосовать, депутаты решили не то, чтобы устроить Келимбетовый экзамен, но услышать ответ на актуальный вопрос, будет или нет новая девальвация Тенге. Слухи о ней ходят давно. Сенаторы тоже люди и тоже интересуются, какую политику будет проводить Нацбанк и как она отразится на их кошельках, карманах и заначках. Те фундаментальные факторы, которые влияют на политику по обменному курсу национальной валюты, они не претерпели изменения. Вы знаете, это касается и цены на нефть, и ситуации с обменным курсом российской валюты. То есть никаких оснований для беспокойств нет. И Национальный банк продолжит политику по сглаживанию резких скачков обменного курса Тенге. Обменный курс национальной валюты формируется через спрос и предложение валюты на бирже. Национальный банк может вмешиваться в этот процесс, покупать или продавать тенге или доллары, когда есть дефицит или наоборот избыток той или иной валюты. Для этого у него есть так называемые валютные резервы. С их помощью Нацбанк сглаживает резкие колебания. Экономист Петр Свойк обращает внимание на то, что эти резервы похудели с начала года почти на 9%. Что Марченко, что Килимбетов, их задача поддерживать курс Тенге, одновременно оглядываясь на динамику золота валютных резервов. А если вы посмотрите на график этого самого ЗВР, то он там в течение многих лет всяко-разно вилял, но в основном рос. А все последнее время кривая виляет-виляет, но все вниз и вниз. Тут можно гадать, но то, что девальвация все равно нависает над нашей экспортно-сырьевой экономикой, это достаточно очевидно. Девальвация по сути идет, только не разовая. Тенге медленно, но верно обесценивается, говорит Макбат Спанов. В начале года доллар стоил 147 тенге, сейчас 154. Снижается и покупательная способность нацвалюты. То есть на тысячи тенге в начале года можно было купить товаров и услуг больше, чем сейчас. Это связано больше с таможенным союзом, о том, что Казахстан очень сильно зависит от взаимоотношений с Россией. Фактически почти 60% товарооборота связано с российской экономикой. Естественно, если в России произойдет девальвация, тогда торговый баланс будет не нашу пользу. Ситуация еще усугубится, поэтому мы вынуждены будем проводить девальвацию. Вынуждены. И опять же, повторяю, в данный момент экономических оснований для девальвации в Казахстане нет. По крайней мере, до конца года. Кайрат Килимбетов, похоже, успокоил сегодня сенаторов. Взвесив все риски, они единогласно проголосовали за его кандидатуру в качестве председателя Нацбанка. Одна из главных задач Центрального банка – обеспечение стабильности цен. Килимбетов сегодня сообщил, что инфляция по итогам года будет в запланированном коридоре – 6-8%. Но это вовсе не значит, что цены на отдельные продукты, товары и услуги не будут меняться. Продолжение следует...